Девушки отдыхают Комин стал нашим другом. Как только мы согласились на его условия, нам это почти ничего не стоит, и мы будем спать спокойнее, зная, что со следующей экспедиции мы вернемся в целости и сохранности. Так, что у нас там совсем плохо, да? Теду поесть, наверное, нужно. Теду и Тиме нужно поесть. Никого мы в экспедицию не отправляем, соответственно, у двери нашего убежища мы нашли анонимную записку, и автор просит сегодня вечером выслать одного представителя на встречу в назначенное вместе. А сказано прийти без оружия, нам чуть-чуть страшно, но неизвестный автор утверждает, что он или она наш друг, и не причинит нам вреда. Отправим кого-то узнать, так ли это? Давайте Тиме, Тиме, не жалко. Знаешь, ребенка можно нового родить, а вот сам-то уже не особо выживешь. Тиме, Тиме оброс как-то странно, у него какая-то шевелюра большая, прям прям волос много стало на головешке. Встреча была организована близнецами, братом и сестрой, которые взяли себе за цель найти среди руин города всех порядочных и вызывающих доверие людей. Их намерения показались нам искренними, и мы с удовольствием встретимся с ними снова. Они сказали, что знают, где нас искать и что свяжутся с нами, если им понадобится наша помощь. Тед все еще чувствует сильную усталость, ему нужно еще немного времени, чтобы восстановить силы. Тед больше не голоден. Долорес должна что-нибудь есть. Что-то здоровье Долорес подкачивает. Долорес долго не потянет без воды. Вода только появилась, значит, воды не нужно ей. Тимми все еще болеет, больше не голоден. Тимми в ужасном состоянии, нужно дать ему попить сейчас же. То есть, давай Долорес покормим, Тимми попьет. Долорес покормить, Тимми попить. Едем дальше. Не уверен, что какая-то ситуация сейчас на поверхности. Да, мы сейчас никого не будем никуда отправлять, просто пока поживем. К нам на огонек заленул неряшливый торговец с потрепанной сумкой на плече. Он предложил заключить простую разовую сделку. По моему банку с супа, он нам свой мешок со всем его содержимым. Мы не можем посмотреть, что хранится внутри этой таинственной сумки. Ведь каждый раз, когда мы к ней приближаемся, торговец бросает злобный взгляд в нашу сторону. Стоит ли нам заключать сделку? Сейчас все друг на друга бросают недружественные взгляды. Так что, скорее всего, наверное, можно пожертвовать одной баночкой супа и посмотреть, что же все-таки у него там лежит. Может, ну какие-нибудь там крышки, патроны, не знаю. Или банки пустые хоть. Ну, на крайняк-то, ну, знаешь ли. Кошку, чтоб подсунул мне, ну. Серьезно, мне его кормить теперь. Блин. Как только этот за торговцем закрылась дверь, сумка начала неистово трястись, издавая душераздирающий виск и хрип. Мы в ужасе отпрянули. Однако, когда дикому существу удалось наконец вырваться на волю, наконец вырваться на волю, стало ясно, что это всего лишь недовольный кот. Окинув нас грозным взглядом, Мусатый сел в угол и принялся умываться. В ношеннике зверка было написано Шариков. Интересно, это его кличка? Не знаю. Долорес не ел некоторое время. Долорес еще больна. Долорес больше не протянет без воды. Надо ее напоить. Если мы ничего не сделаем с болезнью Диме, его состояние ухудшится. Теда и Долорес надо напоить. Ну, у меня еды, смотри, раз, два, три, четыре, пять. Пять супа. И четыре, почти пять бутылок воды. Так что все у меня пока еще хорошо. Можно отправить Теда на... Наверх. А у меня и радиус сломано, да, и вообще все. Ну, давай Теда отправим на... Ну, как это сказать... На... На разведку, потому что, ну, наверняка, что-то он найдет. Долорес в последнее время не очень разговорчиво. Поговорим с ней. И спросим, в чем дело? Да, давай спросим. Конечно, нужно спросить. Почему бы нет? Так, дождаться дальнейших указаний от мирного населения, от военных... А я не смогу от них ничего дождаться-то, у меня нет рации и нет радио, ничего нет у меня. Давай, поедем вперед. Тед недоумевает. Он сидит просто и думает, а что со мной... Че, где я нагрешил вообще? Что со мной не так? Почему я в такой ситуации оказался? Почему я один здесь в здравом уме? Я... Самый здоровый, самый отдохнувший из всех здесь сидящих. Искренний разговор помог Долорес решить внутренние проблемы и развеять сомнения. Ей уже намного лучше. Долорес дальше... Короче, без воды она не протянет. Нужно что-нибудь съесть. Короче, ее надо напоить. Долорес нужно напоить. Долорес нужно напоить. Все, больше ничего делать не нужно. Ничего себя напьет. Мы довольно оптимистично настроены в отношении сегодняшней экспедиции. Осталось только выбрать подходящего человека. Ну, естественно, Теда. Тед у нас самый здоровый, так что пусть идет. Блин, хотя, знаешь... Блин, это больной он не вернется. Это тоже больной не вернется. Это может заболеть. Там будет третий больной у меня. Ну, давай, пусть возьмет. Топор. Карта топор. Топор давай, пусть возьмет. Ну, тупором хоть зарубить кого-нибудь можно будет. Ну, я не знаю. 26-й день. Сколько дней здесь вообще находиться нужно? Не знаешь, нет? Котику только хорошо. Кот не чрет, ничего. И все равно довольный. Вот так радость. Тед отправился на поверхность. Мы надеемся, что он вернется в ближайшее время. Долорес не ел некоторое время. До сих пор ничего не сделали с болезнью. Долорес больше не испытывает жажду. Не ел ничего страшного. Долорес ничего не нужно, в общем. Если мы ничего не сделаем с болезнью Тимми, его состояние ухудшится. Тимми должен что-нибудь съесть. Должен да не должен никому. Никому ничего не надо. Наш убежище пришел незнакомиться. Он сказал, что когда работал бухгалтером... А, когда-то работал бухгалтером, а сейчас стал торговцем и азартным игроком. Он предложил сыграть с ним в карты на две бутылки воды. Сыграем? Нет, мы не будем ни на что играть. У нас сейчас, знаешь, запасы, это... Блин. А с другой стороны, мы сейчас можем взять и... Ну, получить две бутылки воды. Но мне не безнадобность. Если Тед может прийти и перенести эти две бутылки воды, я их все равно продать не смогу никому. Правильно? Ничего страшного. Не, не буду я с ним играть. Кто тут чихает? Это кошка чихнула или Долорес? Играть в азартные игры – ужасная привычка. Какой пример мы подаем детям? Нам нужна вода. Но мы не будем добывать запасы таким образом. Уж лучше кого-то ограбить. Мы сказали незнакомцу идти туда, куда шел. Скатерть у дороги. Так, в принципе, ничего никому не нужно. Не надо. Воды Тиме... Воды Тиме можно, конечно, дать. Болеет голод жажда. Ладно, давай жажду и утолим. Тиме не совсем в форме. Было бы неплохо с ним поговорить. И как-то развеселить. Конечно. Тиме не в форме. Он не видит ничего. Белого света не видит. У него шевелюрт какая огромная. Ты гляди. Так, все живы. Значит, все хорошо. Это уже цвета зеленого стало. Она, мне кажется, скоро выпьет вот этот яд. И ее съедят мухи. Даже несколько хороших слов достаточно, чтобы поднять кому-то настроение. Тиме чувствует себя намного лучше. Долорес не ела некоторое время. Мы до сих пор ничего не сделали. Долорес не может долго оставаться без воды. Она только что не хотела пить, поэтому ничего страшного. Вот покормить ее нужно. И Тиме покормить очень... Ну, Тиме нужно покормить. И Долорес нужно покормить. В отчаянных попытках погладить этого дева Ленка мы обнаружили прикрепленный к его ошейнику клочок бумаги. С небрежно на царапанном на нем адресе. А что, если его хозяева тоже удалось выжить? И сейчас они переживают за своего любимца. Шансы, конечно, малы. Но, может, нам все-таки стоит проведать их? Ну, или хотя бы их останки. Блин, нет, рано еще, не хочу. Потом-то нельзя будет сходить. Давай мать отправим, че ж нет-то? 29-й день ты гляди уже. Не успели мы добраться до конца нашей улицы, как нас остановили два мужчин в темных плащах и стильных шляпах. Незнакомцы потянулись к коту, сказав, что как раз его и искали. И что это питомец одной старушки, которая по нему сильно скучает, пожав плечами, мы повернули обратно к убежищу. Судя по всему, кот был не против. А потому и мы возражать не стали. Хорошо, что не успели к нему привязаться. Просто мы отдали банку супа. Понимаешь? Банку супа отдали. Нам отдали кота, и мы отдали кота просто так. Так, ну почему мы не за банку супа отдали этого кота? Хотя бы в ничью. Да, Толорес... Это че такое? Тимми истощен. Короче, надо их покормить. И напоить. Давай нап... Голод истощения. Пить его не нужно. А вот обезвоживание... Надо вот попить. Блин, три бутылки воды остается. А сколько они пьют? Много они пьют. Если бы кто-то нам сказал, что мы увидим танцующего таракана, мы бы не поверили. Правда, мы его еще не увидели. Но зато встретили одного размером с кошку. Они огромные. Короче, нужно налить им яду, чтобы они умерли и все. Чтоб тараканов у нас с тобой больше не было в убежище. Теперь у меня нет яда, и скорее всего тараканов. Можно сказать, что нам удалось увернуться от пули. Правда, в этот раз пуля была огромной волосатой. С восьми лапками. И светящейся головой. Это, получается, был радиоактивный таракан. Надеемся, наши пути разошлись навсегда. Что-то здоровье. Долорес подкачивает. Долорес больше не голодна, не испытывает жажду. Выглядит изможденный. Тиме пригодилось бы теплое одеяло. Его бьет озноб. Его уже две недели бьет озноб. Тиме не голден. Воды ему не нужна. Вода у него просто жажда. Ничего страшного. Он не умрет. Без воды он не умрет. Селик к нам забрел незнакомец с тачкой и заполнен разными товарами. Он утверждает, что он торговец и предлагает нам бартер. Ага. Дай картишки мы отдадим. Хотя вода у меня есть. Не нужна мне вода. Не хочу я. Карты может пригодятся для чего-нибудь там, чтобы играть друг с другом. Не знаю. Или опять какая... Твою мать! Еще один зеленый приперся. Мы отказались от обмена. Надеюсь, мы сделали правильный выбор. Торговец выглядел не очень довольным. Тед вернулся из своего путешествия на поверхность в целости и сохранности. Наш новый друг-мутант сдержал свое слово. Он провел несколько... А, привел несколько друзей и мы даже немного повеселились во время вылазки. А самое главное вернулись домой в безопасности. Мы помахали им на прощание и надеемся, что увидимся еще. Отель Тенесет превратился в руины, но в них можно найти что-нибудь интересное. Обломки, мебели, чемоданов и различные утвари разбросаны по всей территории. Мы обнаружили секрет шеф-повара отеля. Томатный суп. Неудивительно, что отель пятизвездочный. Один суп. Одна бутылка. Топор потерялся. Твою мать. Одна банка супа и одна бутылка воды. И все, и топора больше нет. Когда Тед голоден и орчит живот, Тед очень устал. Тяжелая жизнь. Буду передать для себя знать. Тед совсем плохо. Тед подхватил какую-то инфекцию. Все заболели. Тед в ужасном состоянии. Тимми тоже. Так, смотрим, что у нас в состоянии. Устал, истощение болеет. Голод болеет. Болеет истощение. Обезвоживание. Попить, поесть. И все. По сути, четыре бутылки воды и пять супа. Мало, конечно. Давай, Долорес, нахуй отправляем. Пусть пуска идет. Я не знаю. Ну, это... Транспортное средство. Выглядит оно своеобразно. Но мы не рискнули подойти ближе, чтобы рассмотреть его. Мы почти уверены, что это не ловушка. Расставлено какими-нибудь бандитами. Может быть, отправить туда кого-нибудь, чтобы узнать наверняка. Тимми. Пошел, нахуй. Тимми. Тимми нам нахрен не нужен здесь. Знаешь ли, Тим... Пусть Тимми идет, куда глаза глядят. Он все равно и так больной. О, вернулся. Значит, нормально все. Это оказался старый фургон мороженщика. Он слегка обгорел. У него нет колес и других важных деталей, но сидения очень удобные. Как было бы здорово уехать на нем из этого радиоактивного ада. Сегодня утром мы с удивлением обнаружили, что Шариков в убежище. Понятия не имеем, как и зачем он вернулся. Интересно, все дело в нашей доброте и заботе или в оптимистичном настрое? А может, в запасах банок с супом? Что ж, поживем-увидим. Тед голоден. Тед болеет. Слишком долго мы должны что-то предпринять. Тед все еще чувствует усталость. Пара дней отдыха, вот что ему нужно. Тед должен выпить воды. Долора с больна. Тед, ну, короче, смотрим, что у нас тут. Истощение, усталость, голод. Болеет, жажда. Нормально все у него. Истощение, жажда, голод. Нормально все у нее. Истощение, болеет. Все хорошо вообще, никому ничего не нужно. О, это что такое? Прекрасный день для того, чтобы выйти наружу немного поразмяться. Подышать свежим, токсичным воздухом. Может быть, собрать пару вещей. Неплохо было бы взять дополнительное снаряжение. Конечно, если мы хотим выжить. Блядь. Ну, фонарь, суп. Водички надо взять. Пускай возьмет водички немножко. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Там микробики надо было нажать внизу. Инфекция какая-то была. Нарисована. Значок был инфекцией. Это весь в соплях умазался. Зато он этот, шариков сидит, радуется. Что это такое? Машина мороженщика. То есть, я собираю машину, что ли? Нужно колеса еще найти. Круто. Время раздавать припасы. Смотрим, что у нас тут с тобой. Обезвоживание, усталость, истощение болеет. Короче, его покормить, напоить. Истощение, голод. Нормально у него все. Оглушительный грохот, возглас удивления и побелка, падающая с потолка. Да, утро добрым не бывает. Как оказалось, шариков нашел себе новую игрушку. Безобидный проводок, вырванный им же из стены. Бог его знает, к чему этот кабель был подведен, однако все лампочки по-прежнему горят, а значит ничего страшного не должно было произойти. Или нам стоит отнять провод у нашего пушистого друга и выяснить, для чего он нужен. Естественно, вдруг он для чего-то важного и ведет куда-то в очень интересное место. Ну, на самом деле, почему бы и нет. Давай я сейчас немножечко микрофончик подвину, так вот, чтобы ты меня хоть видел чуть-чуть, оп, вот так вот. Просто, знаешь, я 34 дня уже живу, месяц получается, живу в этом убежище и ничего пока не произошло. Мы проверили, откуда тянется провод и обнаружили наполовину сгоревший грузовик, внутри которого в окружении мигающих лампочек сидели двое бескураженных джентльменов. Да это же какие-то космические технологии, не иначе. Нас топ отслушивали в нашем же убежище. Незнакомцы попытались нас убедить, что всего лишь хотели устроить здесь пикник, но никто их невнятным отговоркам не поверил. Даже Тимми знает, что тут не место для пикника, не говоря уже о том, что у их автобуса нет колес. Когда Тед голоден, у него урчит живот. Тимми так, Тед отдохнул, Тимми должен что-нибудь съесть, бледным, это плохо. Попить нужно Тимми, у него от безвозживания нет, у него еще только жажда. И у этого тоже пока все хорошо, не буду я тратить лишний раз агент, которые за нами шпионили, теперь стучатся к нам в дверь. Желаю все объяснить, стоит ли их выслушать? Конечно, они же, блин, рядом сидели, поэтому, что бы их не впустить и не п... Пусть рассказывают, ну уж, блин, они же уже все равно здесь. Я считаю, что да, 35-й день. Но все еще живы, значит все хорошо. Это были самые настоящие секретные агенты на ответственном правительственном задании. Мы даже видели их удостоверение, пускай и мельком, а подслушивали они не нас, а кота. Мужчины также попросили нас помочь с парочкой секретных миссий в будущем. Если мы исполним их просьбу, они отведут нас в правительственное убежище, где полным полно припасов и пончиков. Надеемся, скоро они вернутся и обо всем подробно расскажут. Когда тот голоден, у него урчить жил. Короче, нас наебали, по-моему, только что. Нужно дать ему попить. Короче, истощение, болеет, голод. Нормально все. Голод истощение, обезвоживание. На, попей. На, поешь. Ладно. Наши дела с каждым днем обстоят все хуже. Голод и отчаяние видны в глазах каждого из нас. Мы знаем, что один учитель из местной школы спас группу детей, когда упала бомба. Еще мы знаем, какие запасы хранятся в школьном убежище, так как сами помогали их пополнять на случай непредвиденной ситуации. Получается, что формально они наши. Не так ли? Попробуем? А, потребуем их обратно, ведь они нам очень нужны. Конечно, потребуем. Нам реально они нужны. У нас в постапокалипсисе самое главное это эгоизм. То есть, ну ты не должен думать о чем-то другом, кроме как о себе. И о ком-то другом. Смотри, супа-то больше стало. Нет? Четыре супа. Нам бы воды. Теперь мы немного богаче. Но почему-то нас это не сильно радует. Давайте лучше никогда об этом больше не вспоминать. Короче. Надо покормить всех. Всех, кроме Теда. И пойти дальше. Возможно, мы здесь в безопасности, но у нас есть и другие проблемы. Никто из нас не может нормально спать. А, нужно решить эту проблему как можно скорее. В противном случае мы можем уснуть перед лицом настоящей опасности, когда, например, к нам прилетят инопланетяне. Действительно. Дождаться дальнейших указаний. От мирно настроенных обитателей пустоши я дождался указаний? Ну и ну. А у меня нет аптечки, я же не могу даже ничего сделать. Давай вот так поправлю еще чуть-чуть, чтобы было поудобнее. Блин, Тед, блядь, нет, все равно неудобно. Что-то прям как-то я сижу по-странному. Ай, короче, да, блин, уже почти 40-й день. Это уже, а, 37-й. Мы мужественно игнорировали все симптомы и пытались уснуть. Не вышло, мы очень устали уже. А, и у нас уже нет сил заниматься любыми другими делами. Будем надеяться, что зевание отпугнет бандитов обезвоживание. У нас воды нет больше. Долорес, походу, померла. Голод есть? Есть. Да, покормим его. Не, голод у него только, а у него нет жажды. На улице опасная вооруженная женщина. К счастью, у нее закончились патроны. Женщина говорит, что охотится за дикими монстрами. Например, сейчас ее целью является огромный паук-мутант. Мы думаем, что она чокнутая. Барышня, даже если вы поймете, поймаете этого паука, что вы будете с ним делать? Дрожать, держать на цепи? Она обещает, что не останется в долгу, и если мы ей поможем. У меня патронов даже нет, и вишня, нажать не могу ничего. У меня ружья нет, и патронов нет, и топора нет, у меня здесь только фонарик, карта и карты. Вот и все, вот и вся песня. Даже противогаз, Тед каким-то образом умудрился порвать на лбу. Хотя голова у него вроде целая. Эта женщина говорит, что охотится в основном для добывания пищи. Похоже, что она дикий варвар. Варяночные люди теперь едят полезный консервированный суп. Нам было не смешно, и мы ей ничего не дали. Угу, да. Тимми голоден. Попить? Тимми попить? Он же вроде как это не особо сильно хочет. Голод жаждан. Давай его кормить, поить теперь каждый раз. Может он выздоровеет, если я его буду кормить, поить, я не знаю. На одной из стен растут какие-то спрятанные странные грибы. Экономия припасов делала серьезно, так что возможно было неплохо съесть парочку грибов. Что плохого может случиться? А может зря я тогда это кормлю, поют его. Давай его пока подождем. И, естественно, пускай поедят грибочков-то. Голос, чтобы они не вдвоем их ели, потому что вдвоем это вообще нелогично. Мы кое-чего сегодня научились. Томатный суп наш лучший друг. Настенные грибы нет, фу. Я понял, ладно. Давай попить, попить, поесть ему дадим. Он же голодный, да? Да, голодный. На, поешь. Пока мы играли в игру, назови, что больше всего не видишь. Не раз всплывай имя нашего соседа. Вы вспомнили, что у этого болвана в гостиной стоял сейф. И нам всегда было интересно, что там хранилось. Может пора наконец это выяснить? Если так, то кому выпадет честь обчистить дома нашего заклятого врага? Естественно, Тиме, потому что Тиме не жалко. Тиме у нас, знаешь, такой, типа, козел отпущения. И он занимается такими непотребствами, которые нам помогут в будущем. Патрон нашел. Открыв сейф, мы услышали громкий хлопок. Комната тут же заполнен с густым ядким дымом и запахом протухших яиц. Этот псих оставил ловушку внутри сейфа. Повозиться, конечно, пришлось, но мы таки смогли заполучить соседские сокровища. Блин, еще и одежда провоняла. Мы не думаем, что Долорус вернется с поверхности. Прошло слишком много времени. Да, кстати, Долорус сдохла. Еб твою мать. Я ей еще и отдал какую-то... Че я ей отдал, кстати. С чем она ушла? С водой она ушла, блин, с бутылкой воды. Долет болеет уже слишком долго, но даже еще предпринять. Мы просто должны дождаться чего-то. Ничего, подождем. Несколько метров в бечевке, стакан, в бечевка. Агенты сообщили нам о новом сверхсекретном задании. Если бы мы его из моего выполним, то гарантированно попадем в крутой бункер для VIP-персон. В общем, нам предложили отправиться в экспедицию, где нужно будет записывать свои наблюдения в журнал. Да. Мы такие задания, как орешки, щелкаем, верно? Пойдет Тимми, естественно, потому что Долорус уже не вернулась. Она бы пошла, если бы что. Если бы нет. Если бы Тимми... Если бы Долорус была бы жива, она бы пошла. А сейчас идет Тимми, потому что Долорус умерла. Вероятнее все. Хотя она может вернется еще. У меня почему-то осталась какая-то надежда на нее. Сидит, короче, Тед один-единственный в этом бункере вместе с этим Шариковым. Сопли пускает. Грустит. Тимми вышел на пустош. Мы не знаем, что будем делать, если он не вернется. Мы любезно согласились исполнить их просьбу. Агенты благодарили нас за исполнение гражданских обязанностей и пообещали вскоре вернуться со свежими новостями. Так, вода. На, попей водички. А голод у тебя есть? Нет, у него голода нет. Круто. Топор я просрал, ружей... Ну, понятно. У меня ни топора, ни книжки. Хотя мог бы взять это все. Да. Ну, а что я могу сделать? 42-й день. Я очень живучий. С первого раза-то. Хотя у меня, в принципе, не так... У меня уровень сложности маленький. Сложно было отказать этой женщине из-за ее зрительного висели, но все же мы это сделали. Она была немного разочарована и попыталась продать нам схему сборки какого-то странного пистолета. От схемы мы тоже отказались, так как у нас все равно не из чего собирать оружие. Вот это все хорошо в целом. Короче, я могу обменять патроны. Давай вот, блин, шашки хотя бы пока обменяю. Потому что, блин, воды у меня осталось очень мало. И если не вернется Тимми, то все, мы умрем с тобой, да? Тед умрет у нас и все. Давай, водички хоть дадут. Сделочка совершилась. Котик ходит. Котик может тоже меня ворует водичку. Нет? Мы обменялись продавщицей и она пошла своей дорогой. Слушайте радио, если мы хотим куда-нибудь покинуть бункер. Так у меня нет радио больше. Все. Обидно, радио сломали. Сука. Что за жизнь такая? Серьезно? Я бы мог радио сейчас выменять за шашки, за эти, за шашки. А теперь у меня нет ничего. У меня не шашки. Зато у меня есть вода. Блядь, на воду, конечно, да, на воду, конечно, умно было поменять. Надо было менять патроны. Не стрелять все равно не из чего. Ну, с ним, что я теперь могу сделать? У меня теперь не радио, ничего. Я буду сидеть в этом бункере и ждать, когда меня достанут. Тимми вернулся, ты гляди-ка, мать твою. Несмотря на настойчивые попытки этого веселого человека продать нам с самой разной безделушки, мы были вынуждены отказать. Наверное, это было правильное решение, так как он не внушал доверия. А эта разведоперация оказалась весьма рискованным мероприятием. Нам пришлось забраться в такие трущобы, где и в лучшие времена было небезопасно. По пути мы то и дело натыкались на свор вооруженных доклыков котов и собак-мутантов, дерущихся друг с другом. И хотя нам едва удалось вынести оттуда ноги, агенты, судя по всему, по достоинству оценили наш труд. Будем надеяться, что оно того стоило. Ведро в нашем убежище совсем прохудилось, но думаем, в правительственном убежище нас ждет шикарный санузел, а может даже джакузи. Да хуй тебе дадут там они джакузи, у меня вот две с половиной бутылки воды осталось. Жажда болеет. Болеет истощение, ушиб. Ушибся еще, твою налево. Ладно, идем дальше. Тед не в лучшей форме, но мы можем рискнуть. Этот вообще в принципе никогда не вернется, если что уж. Короче, мы пока никуда ходить не будем. Раз у шариков теперь считает наше убежище своим домом, мы можем попытаться наладить... Гонщики вы сраные, ну хорошим. Вот прикинь, вот сижу, у меня же стол вибрирует, как едет рядом на мотоцикле какой-то человек. Вот напокупаются неприятных таких транспортных средств, потом смучаешься с ними. А если ночью здесь катаются, это вообще кошмар. Так, ладничка. У нас с тобой, мы уже полчаса с тобой играем. Короче, к примеру, можно взять его на руки или почитать за ухом. Обычно котам такие знаки внимания нравятся. Надеемся, что из шариков не исключение. С другой стороны, любая попытка дотронуться до кота может стоить нам в жизни. Конечно, попробовать. Давай пусть Тиме это делает, потому что Тиме не жалко. Блин, твоюд налево. Ну, мяукает, значит, все хорошо. Да, и все живые. Минус вода. Нам удалось почесать кота за ухом, хотя после этого сбежал от нас в панике. Оказался он очень мягкий и приятный на ощупь. Говорят, что гладить пушистых животных полезно для душевного здоровья. И если честно, нам и впыряем стало чуточку веселей. Кот выпрыгнул из наших теплых дружеских объятий и поспешил скрыться в другой части убежища, по пути сбив с полки бутылку воды. А почему бутылка воды была открыта? Вот что. Минус бутылка воды. Твою мать, блять, полторы бутылки осталось. Без обезвоживания, на. Состоянь Тимми. Вот Тимми пойдет сейчас в разведоперацию. Возвращаясь в очередной вылазки, мы заметили кое-что странное. Ну, блин, мы даже расчекретить сигнал не можем, потому что у нас нет с тобой книжки. Так, какой день? 46-й. Мы сомневаемся, что этот сигнал и правда от бойскаутов. Не хотелось бы угодить в цепке лапы бандитов. Лучше забудем об этом происшествии. Жажда. Надо поить и этого накормить. Пойдет гулять вот этот. Пойдет он вместе с едой. Пусть идет. Супа у меня много, пусть идет с супом. Отправляйся. Вряд ли он вернется, я думаю, что вряд ли. Давай до 50-го дня дойдем и можно будет заканчивать. Тимми вышел на пустош. Мы не знаем, что будем делать, если он не вернется. Время раздавать запасы. Болеет голод. На, поешь. Когда мы открыли дверь бункера, чтобы проветрить убежище свежим радиоактивным воздухом, то нашли на пороге небольшой чемодан. Вокруг пустят, на чемодане нет никакой записки. Посмотрим, что внутри. Конечно, посмотрим. Если взорвется, то взорвется. Ничего страшного не случится. Уже все равно почти умерли. А может, что-то там полезного съестного? Может, воды дадут? Вперед нам воды дадут. Нет воды. Одна бутылка у нас осталась. В чемодане мы нашли несколько банок супа, но вот гадость. Их срок годности давно истек. Мы не очень хорошо себя чувствуем. И к вечеру в углу утром образовалась небольшая очередь. Польше мы не принимаем анонимных подарков. Тед Сит очень хочет пить. Но очень хочет, это ничего страшного. Видимо, агенты убедились в нашей преданности, раз вернулись с новой просьбой после того, как мы выполнили задание. Теперь нам нужно великодушно отдать им пару банок с супом и несколько бутылок воды для агента, работающего в полевых условиях. Мужчины сказали, что возьмут на себя все хлопоты по доставке провианта. А в обменную услугу нас столько похвалили и обещали нам светлое будущее в безопасном правительственном убежище. Похоже, на какую-то религиозную организацию. Я что-то не особо им верю. И если, знаешь, у них государственная, правительственная, охрененная, классная штука безопасная, знаешь, они могли бы, наверное, суп найти все-таки. А тут какая-то ерунда, нет? И давай вот сюда зайду, посмотрю. Что тут? А, то есть это квестовая линия. Ну, давай доверимся им, блядь. Что же ты теперь сделаешь? Это же квест. Это теперь они каждый раз, наверное, спрашивать будут. У меня теперь одна банка супа и... А, две, наверное, да? Мы любезно согласились. Гражданская обязанность. Ему срочно нужна вода. Ну, хуё, что могут искать? Вода нужна, он на три раза хватит еще. Кот весь день не сводит с глаз наших припасов. Ситуация постепенно коляется. Грядет что-то страшное. Видимо, так кошки ведут себя, когда голодны. Блин, да нет у меня самого еды, нет. Нет, я не дам. Я не могу ему поесть. Извини-ка, кот. У меня нет еды у самого, серьезно. Я не могу ничего сделать. Пятьдесят еди. Кот, он, вон, как сидел, так и сидит, а я сдохну. Раз уж он голоден, пускай идет на улицу, наловится там мышей и насекомых мутантов. Но не можем, я сейчас позволю себе отдать коту целую банку супа. Зверь злобно на нас посмотрел, однако мстить не стал, по крайней мере, пока. Кашлит, кашлит. Тед больше не хочет пить. Все хорошо. У нас... Да, мне сейчас это не поможет. Мне сейчас не поможет одна банка супа. Представляю, как Уитли. Уитли, извини, до свидания. Я надеюсь, что Тимми сейчас вернется. Че, это было сейчас за звук? Этот продавец был довольно дружелюбным, но у нас... А, у него не было ничего, чтобы нас заинтересовало. Короче, ничего никто не хочет. Все хорошо у всех. Что это за звук? О, боже. Под нами что-то или кто-то есть. Единственным разумным вариантом, нам кажется, пойти проверить, что там может спуститься через тот люк к углу. Ну, пойдем фонариком посветим. Че уж уж сделаешь. Я что-то немножко дальше, 50-го дня дошел, да? Так, кошак. Кошак, кошак. Аптечка, серьезно? Нашли сокровища, таблетки, пузырьки и другие медикаменты были аккуратно разложены по полочкам в узкой комнате. Тед, вылечись. Жажда голод, поешь. То ли мы сошли с ума, то ли убежище заполнено какими-то ползающими насекомыми. Или еще хуже, еще хуже, это пауки и немилые, миниатюрные, огромные, мохнатые, очень страшные паучары. Нам нужно что-то с этим сделать. Яд, естественно, применить яд, и они умрут, все уйдут, эти пауки больше нас не будут беспокоить с тобой. Кто стучится в дверь? Если что-то поможет нам избавиться от пауков и спокойно спать, так это спрей от насекомых. Пришло время использовать это смертоносное оружие, оно принесло ожидаемые результаты. Мы уничтожили 404 мохнатых мерзавца и в придаче нашли бутылку воды, которая завалялась в углу. День удался. Тед выглядит довольно здоровым, Тед сыт, на вид Тед уже одной ногой в могиле. Тед здоров, довольный, сытый, но одной ногой в могиле. Вода им нужна. Если вам нужно привлечь наше внимание, постучите в дверь убежища. Кто бы сейчас не стучал, он очень настойчив, что сутки прекращается уже минут пять. Открыть? Конечно, открыть. Уже ничего не боимся. Конец. Что, убили что ли меня? Что это такое? Конец. Под покровом ночи нас забрали из дома и в спешке перевезли в президентский бункер. По крайней мере, так его называют агенты. И он просто чудесен. Пускай стены все того же серого цвета. Ааа, зато теперь у нас аж на 20 квадратных метров больше. Есть для разгуляться. Если со скуки не помрем, а новое ведро экипо газет тоже на дороге не валяются, знаете ли. В любом случае, это место куда лучше старого, а значит, мы не зря старались. Теперь можно присесть, отдохнуть и даже попросить кого-нибудь другого вынести ведро. Мы с тобой прошли игру только что. Вот это да. Вот это да. Вот это конец. Вот это новости. А на этом мы с тобой что делаем? Правильно. А, мы так боялись за Тимми. А, но все же он вернулся с пустошей и теряем безопасности. Мы заметили никем не тронутый магазин, где лежала провизия поинтереснее томатного супа. В наше время это настоящая находка, но не успели мы к нему подойти, как жуткий гул заставил нас остановиться. Что-то тяжелое свалилось с неба, угодило прямо на здание магазина и разгромило его до основания. Когда пыль осела нашему взору, предстал космический корабль. Такой же, как в комиксах Тимми. А вдруг это пришельцы с Марса? Но почему тогда на корпусе корабля нарисован американский флаг и логотип какого-то астрогражданина? А может это шпионы? Вот ведь хитрые инопланетяшки. Под грудой обломков мы нашли потрепанного плюшевого мишку и немного припасов. И немного припасов. Мишка, похоже, был чем-то расстроен. Мы решили усадить его к нам спиной. Тяжело было ощущать на себя осуждающий взгляд пуговичных глаз. Плюс две банки супа. Кто-то набил огромный носок самыми разными предметами. Непонятно, как носок вообще пережил крушение корабля. Короче, мне только надавали что-то много-много-много всего. И, соответственно, это у нас с тобой описание чего к чему и почему. Отлично. Отлично. Спасибо всем большое за просмотр. Обязательно поставь лайк и напиши комментарий. Мы увидимся с тобой в других игрушках, в других видео. И всем большое спасибо и всем пока.